к теме про русский язык вы мне говорите почему я по-русски говорю вы сказать а почему наши предки по-русски не говори это меня больше если вы считаете что вы великие но вы же великие не начиная с ленина правда это же не ленин придумал русский язык да почему в пушкинское время по русски не говорили почему наши цари парил по-русски не говори почему они не переписывались my beautiful дарлинг, или там по-немецки там, не знаю, как там по-немецки сказать, my beautiful darling, или по-казахски, тюркские языки, там, персидские, сирийские, я этих языков не знаю. Почему наши предки не говорили по-русски? Вот, начиная с Ленина, с Ленина, мы начали учить русский язык. Вот это все достижения Ленина. Больше у него достижений никаких нет. Причем, я не факт, что Ленин сам по-русски думал. Если он в Швейцарии сидел и в Финляндии сидел, наверное, он на этих языках хорошо разговаривал, да? Как вы думаете? Если вы революцию делали и в Швейцарии, и в Финляндии, наверное, вы хорошо знали языки, да? У нас не было ни одного века, россияне, ни одного века, ну, кроме, я говорю, Ленинского века, чтобы наши предки говорили по-русски. У вас это же ебаная шапка Мономаха, во-первых, это женская шапка. Женская! Что за... Какой мужик оденет женскую шапку? Ну, давайте сейчас на Путина наденьте какую-нибудь там, не знаю, косыночку, вы же ржать будете, понимаете? Вы выставляете шапку Мономаха, как будто это мужская шапка. Когда вам говорят, это женская шапка, и на нём написано это, как это, арабской вязью. Вы видите, если на шапке написано арабской вязью, конечно, никакими славянскими языками не пахло. Не пахло. 12-й век не пахло, 13-й век не пахло, 14-й век не пахло, 15-й век не пахло, 16-й не пахло. Иван Грузович не разговаривал по-русски. Он брал казань, он разговаривал, наверное, на этом каком-то там, не знаю, на узбекском языке. Это ваш этот как это собор, какой-то собор ваш, который такой, там купола и много-много цветов. Я уже не помню, называется. Это же всё с Казани спизжено. Вот он взял Казань, скопировал, разрушил, поставил себя в Москве. У вас всё, у вас Кремль скопированный. Кремль скопированный. Представляете, Кремль. Арбат так и сохранил название. Поклонная гора, поклонная. У вас, сначала вы кланялись в Золотой Орде, а потом вы ещё кому-то кланялись. У вас, вы постоянно кому-то кланяетесь, и какие-то у вас арбаты. И на этой улице вы кому-то платите дань, и кому-то сапог целуете. А вы какой-то русский язык себе придумали. У нас крестьяне жили своей жизнью, понимаете? А аристократы своей. Между аристократами и крестьянами не было никакой связи, кроме порок, кроме каторги, кроме каких-то там Пугачёв или Степан Разин. Вот это единственное, что где они соприкасывались, когда были бунты. Всё. Если они покорно ложились на лавку, они не говорили по-французски, они не ездили там курить табак, или там есть шоколад. У них была своя, примитивная, как у червяков, жизнь. Они лежали в избушках с коровами, грелись вместо отопления. И ебались рядом с коровой. Потому что рядом с коровой пахнет молоком, и, наверное, хочется ебаться. Вы о чём? Какую Россию вы нашли вообще? Пришёл Сталин. Хорошо, он убрал там всех этих аристократов. У нас не было ни самолётов, ни ездящих там этих лестниц, или там тротуаров, которые сам тротуар едет. В Лондоне был сам тротуар едет. В Чикаго был сам тротуар едет. У нас ничего тротуар не едет. Лестницы не едут. Сам летит, представляете? Он ничего не придумал. Он только сидел и чморил своих людей. Никакой Гитлер вообще рядом не стоял с тем, что сделал Сталин с нами. Наши дедушки не боялись Гитлера. Они боялись Сталина. Ваши сейчас вот с Ваней, Петей, Пашей не боятся Зеленского. К ним в дверь сучит Путин, понимаете? У нас в России проблема не с соседями никак. Понимаете? И не с русским языком. И ни с чем. Нам не дают развиваться. Не дают развиваться. Никто не говорит, для чего ты родился, Ваня? Вот, может быть, ты там откроешь новую планету или какую-нибудь молекулу. Нет. Какую молекулу? Пусть этим занимается Америка. Ты родился, чтобы сдохнуть, понимаете? А если ты не хочешь сдохнуть, значит, ты не любишь родину. Ну, так вы не дали эту родину, которую нужно любить. У нас в России нет родины. Она же вся оккупирована. Вы говорите, Вещий Олег приехал в Киев из Новгорода. Ну, Новгород же не Россия и не Русь. Великий Новгород не Киевская Русь и Великий Новгород не Московия. Великий Новгород – это финно-угорский народ. Наверное, с мощным влиянием со Скандинавией. Вот скандинавские викинги приехали и вот стали делать с финно-угорами что-то там свое независимое. Ну, в любом случае, это Киевская Русь. Ну, вы примотались и к Новгороду, вы примотались и к Киевской Руси, а вы никто. Вы не стали похожи на Новгород, вы не стали похожи на Киевскую Русь, вы не стали похожи на Золотую Орду. Вы вообще ни на что не похожи. Новгород развивался, имел библиотеку. Золотая Орда развивалась, имел библиотеки. Вот, спросите, у казахов, у узбеков, у кыргызов у них были библиотеки в каком-нибудь Самарканде две тысячи лет назад. А Киевская Русь развивалась, имел библиотеки. У вас ничего, никаких библиотек не было. У вас не было ни библиотек, ни театров. Да, ни театров не было. Ни демократии. Демократия была в Киевской Руси, демократия была в Великом Новгороде. Демократия. То есть, когда князя можно послать нахуй. Понимаете? Город берет князя на работу, а потом иди нахуй. Ну, Брянск так делал, Рязань так делал, Курск так делал. Вы знаете, вы читаете, что делали куряне во время Киевской Руси. Да, они послали князей нахуй. Мы ничего не создали. Вот ничего, от слова не совсем. Вот ничего. Бесполезное государство на земле планеты. Ой, на планете Земля. Бесполезное. Вы пользуетесь тем, что пользуются другие. Ну, как бы, к вам тоже припадают крошки с барского стола. Но вы сами ничего не создали. Кроме бесконечных проблем. Вот вы проблема. Вот и все.